Сегодня как раз мы идем в струе той заявленной нашей темы, той проблемы, что действительно сегодня пример. Это пример прямо вот живой. Это мой пример. Мало того, я там вляпался, и мало того, я хочу рассказать, как я вляпался. И сейчас, он происходил последние несколько дней, и вот сейчас как раз сегодня вроде бы это решилось. Я вам сегодня расскажу все, и какие были проблемы в начале, и как это решилось уже во взаимодействии от заказчика, проектировщика, эксперт и исполнителя. Я здесь выступал исполнителем. И, кстати, еще очень смешно было то, что я одновременно сейчас еще снимаю замечания по трем похожим объектам, где один заказчик, один проектировщик, и они похожи тем, что это мосты. И одновременно я еще тут выдавал эксперт, эксперт тоже. Поэтому я вот был в такой вот типичной... Здравствуйте, Александр! Вот в такой типичной шизофреничном состоянии, когда раздвоение личности, когда я одновременно себя мыслю как исполнитель в взаимодействии с экспертом, и одновременно мыслю себя экспертом, и мне опять пишут те, кто снимают замечания, которые я надавал, те, кто... И там тоже было отдельно интересно, потому что там и писала и исполнительница. И, кстати, исполнительницу я сам нашел в ВКонтакте. просто по фамилии в значительном листе. Но ту историю я вам рассказывать не буду, где я был экспертом, потому что там все было просто, там было все элементарно. И в общем-то могу рассказать, потому что там было настолько элементарно, что там... Там длинная была история, но она решилась очень полегко. Там была история такая, что сначала... Это вот не этот пример, а я вам рассказываю пример, где я в другом измененном состоянии, где я эксперт. Там было такое. Прислали отчет по участку на ручье. И там проектируются выпуски сточных вод. В связи с тем, что участок большой, там даже три выпуска сточных вод. Вот. И вроде бы все хорошо. Но полный раздрай был с технического задания, с титулом, с колотитулами и с целью... И с введением. Везде все было на раздрай. Потому что... И с содержанием отчета непосредственно, что было внутри. Внутри было исключительно по выпускам сточных вод. Понятно, хорошо. Титул был об устройстве территории. В задании была еще какая-то каша. Клон титул повторял титул. И получилось, что вот не то. И я вот это было у меня тогда основное замечание. Оно было еще давно, там, несколько месяцев назад. Я написал, что вы приведитесь в соответствие. Потому что вы или делаете по выпускам сточных вод. И тогда вы... Все у вас должно быть по выпускам сточных вод. От технического задания до введения, до содержания, до самого внутренности отчета. Или же у вас обустройство территории. Тогда вы делаете все по территории. Чтобы не было такого, чтобы ваш отчет, значит, не содержал чего-то другого, кроме как по выпускам сточных вод. А потом мог бы использоваться как там. Это было первое замечание. Потом было тоже второе, кстати, было замечание очень серьезное. Такое не серьезное, а важно рассказать об этом. Замечание было такое, что в техническом задании заказчик вписал в техническое задание на изыскание вписал путь согласования выпуска сточных вод в нашем Невско-Лаврском бассейном водоуправлении. А в отчете ничего приложено не было. Не было приложено никакого ответа Невско-Лаврского. Это тоже было серьезное замечание. Потому что, видите, несоответствие технического задания и результатов. Тут два варианта. Или вычеркните из технического задания ссылку на необходимость получения согласования. Либо же приложите это согласование. Но это еще серьезнее. Потому что, в связи с тем, что я делаю много работ как изыскательских, в том числе под выпуски сточных вод, в том числе и по получению точки сброса, у нас я почти всегда делаю Невско-Лаврском бассейном направлении, в других не делаю. Я это делаю вообще не так. Я пишу одно техническое задание по схеме технического задания на изыскание, чтобы оно было для проектировщиков, чтобы оно соответствовало СП, чтобы оно шло потом в экспертизу. И вот такого рода замечаний, чтобы у экспертов не возникало. А отдельно делаю, если мне поручают делать и то, и другое, например, даже по одному объекту, то я отдельно делаю, вплоть до того, что я делаю отдельный договор на согласование точки сброса, там прикладываю отдельное техническое задание, в котором мы явно прописываем не просто согласование, а прям что именно делаем, что получаем, за какие деньги, за какое время, и чтобы все это было понятно. Вот. И еще такая уж важная информация для тех, кто приходит на четверговый вебинар, где мы вот общаемся так вот напрямую. У меня это стоит примерно одинаково. Если по какому-то вот ручейку, какому-то небольшому участку, я делаю примерно сейчас за 130 делал, потом за 140, сейчас примерно за 150 тысяч я делаю изыскания под простые объекты, пускай это вот в точных вод или что-нибудь еще такое вот простенькое. Ну, примерно вот такой размер денег. Потому что больше я чувствую, что уже просто не берут, уже многие 150 боятся, а если делать меньше, да, вот за 100 будут брать прям, все подряд будут брать, ну, и я держу какую-то вот эту границу, которую сам для себя вот ощутил, и не знаю, как у вас, колени, ощущение. Вот. И примерно такие же деньги я беру из-за точку сброса отдельно. Поэтому, когда мне втихаря заказчик вписывает еще вот такую вещь, которая стоит такие же деньги, или еще иногда любит вписывать промеры глубин, или иногда любит вписывать там, например, ну, это отдельная тема, я вам уже как бы рассказывал какой-то мере, любит вписывать там, какие-то элементы экологии, или даже у меня было вписано в задание на инженерный гидрометодискание топографическая съемка берега. Добрый вечер, Юлия, ура! Итак, начинаем. Другой вебинар. Это было отвлечение. Я вам рассказал вот ту историю, которая была с моей стороны, а теперь я вам рассказываю основную историю, где вот я, у меня больше, значит, болело сердце, тряслись руки, и я вообще волновался. Это вот эта тема, о которой сейчас я вам рассказываю. Вот. И я ее сейчас вам и расскажу. Вот. Но тут я... Два объявления предварительно пока, кто пришел, кто не пришел. Вот. Первое объявление у нас вот в Санкт-Петербурге. Есть, как вы знаете, Русское географическое общество. В этом Русском географическом обществе у нас есть гидрологическая комиссия, и я уже очень плотно с ней контактирую. Я много раз выступал на гидрологической комиссии в Русском географическом обществе. Там у нас есть Надежда Александровна Саноцкая, которая секретарь. И вот. И мы с ней плотно взаимодействуем. И вот следующее очередное заседание гидрологической комиссии Русского географического общества в Санкт-Петербурге. Вот здесь видите адрес, да, Пирюк Гривцовый, 10. Код свободный для всех желающих. Там будет очередное заседание, которое будет называться «Определение гидрографических характеристик водных объектов суши по цифровым картам и космическим снимкам». И это не просто доклад. Это презентация и доклад. И я так понимаю, я точно не знаю, как это будет, но в связи с тем, что сейчас, в 2017 году, ГГИ, Государственный гидрологический институт, который тоже у нас здесь, на Васильевском острове, в Санкт-Петербурге, издал такой стандарт организации, то есть такой нормативный документ такого низкого уровня, который именно так и называется. Ну, почти, да, почти идентично название доклада и название вот этого норматива. Следовательно, об этом нормативе будет рассказано. Вы можете скачать этот норматив с сайта ГГИ. Нажимаете, называете «Государственный гидрологический институт», попадаете на сайт ГГИ, слева там есть «Публикации», нажимаете на «Публикации», там много интересного, в том числе есть и этот стандарт тоже. Двигаемся дальше. Второе объявление гигантское, поэтому я это рассказывать детально не буду. Я сегодня всем вам высылал отдельное письмо, где вот как раз это было. Это что? Это перечень всяких-всяких мероприятий, которые я организовываю, которые участвую я в организации, где я буду точно, где можно меня увидеть, где можно меня услышать, очные и заочные курсы и вебинары. Вот. Так, что здесь я хотел подчеркнуть особо в связи еще с Русским Географическим Обществом? Мы договорились не только с комиссией гидрологической, вот, а еще и сама комиссия договорилась официально со самим Русским Географическим Обществом и мероприятие, которое называется коллеги, вот я его сейчас выделю, вот, однодневная конференция, которая имеет вот такое вот странное, ну, как, такое хитренькое название, но уже все, оно уже утверждено. Вот, называется однодневная конференция, в кавычках, встреча гидрологов, точка, гидрометеорологические изыскания и исследования. Вот, организаторы, вот, условия процесса и гидрологическая комиссия Русского Географического Общества. Оно будет вынесено в список мероприятий Географического Общества, которое будет обубликовано на сайте Географического Общества, которое будет вывешено в самом Географическом Обществе и еще остальное. И вот туда сейчас как раз вот уже много регистрируется. Я регистрацию открыл вчера только, вот специальная ссылка есть, и вот уже многие Они зарегистрировались в том числе не только из Санкт-Петербурга, а по крайней мере специально прямо на этот день уже зарегистрировался человек из Уфы и человек из Москвы. Кроме того, мы приглашаем еще одного человека из Москвы, но она не будет регистрироваться, она точно приедет, я лично с ней общаюсь. Это как минимум. А еще, кроме того, что те люди, которые непосредственно на этот день приезжают, еще будут все те участники курсов повышения квалификации. Потому что у нас курс повышения квалификации будет с 17 по 25, а в воскресенье 19 будет еще приезд всех желающих. То есть это в рамках курсов повышения квалификации. И туда уже тоже зарегистрировалось много человек, там около 9 по-моему, и тоже половина из Санкт-Петербурга, половина из разных городов. В том числе из Симферополя, вот я помню, и еще откуда-то. Все, коллеги, все новости закончились, поэтому давайте вам расскажу эту историю.